За Байкальским горнообогатительным комбинатом заинтересовался Минметалс, одна из крупнейших корпораций по производству и продаже металлов в Китае. Совместную работу по развитию Забгока китайские инвесторы и владелец предприятия Общества с ограниченной ответственностью нефти Химаша обсудили за столом переговоров. Интерес дочернего предприятия Минметалс компании Бериллиум можно сказать одноименный. Помимо концентрата сурьмы получает на производстве и концентрат Бериллия. Для Забгока это значит вспомнить былую славу. Во времена Советского Союза он полностью обеспечивал страну этой продукции. Диалог за столом переговоров представители китайской компании начали с собственной оценки предприятия. Незадолго до встречи они посетили Забгок. Заключение экономистов и специалистов по обогащению – производственная база надежная. Но над оборудованием стоит поработать. И здесь же в вопросе модернизации китайцы высказали готовность помочь. Планируем заключить стратегический контракт по поставкам вашей продукции. Поэтому желаем оказать техническую поддержку в отношении финансирования проекта. Одним словом, прикладываем все усилия для того, чтобы как можно быстрее возобновить производство. Плюс в том, что и за сырьем далеко ходить не надо так. К примеру, нефтехимаш подписал договоры на проведение геолого-разведочных работ и разведочного бурения на Балукта-Солонцовой перспективной площади в Шилкинском районе. Ищут сурму, но параллельно и не менее необходимые в мире металлы. Поэтому речь на переговорах ведут о создании на базе предприятия редкометального, обогатительного и металлургического производства. И говорят о длинной технологической цепочке, которая позволит получать конечный продукт. Это компания, это часть большой, крупной металлургической группы из Китая, с которыми мы уже заключили одну сделку, остались довольны друг другом. И сегодня договорились о том, что мы расширяем сотрудничество, заключаем долгосрочный контракт и налаживаем технологическое взаимодействие между российскими и китайскими специалистами. Кстати сказать, в корпорации Внешэкономбанк сегодня рассматривают возможности принятия решения о финансировании инвестиционного проекта «Сурменная провинция Сибири». А это значит, что у Первомайска, гремевшего когда-то на всю страну, есть еще один шанс появиться в списке поставщиков на рынке редких и востребованных металлов. Наталья Карельна, Сергей Мозер, Вести, Читам.